Разгадать секрет земного притяжения человек пытается с момента осознания себя как разумного существа. Но и по сей день, несмотря на множество реальных достижений, наука так и не смогла ответить на вопрос о том, почему яблоко с яблони падает именно вниз на Землю. Явлению дали название гравитация, что в переводе с латыни означает тяжесть. Вот эту самую тяжесть все и ищут на протяжении столетий. Официальный список теорий, пытающихся объяснить гравитацию, не удается даже зачитать полностью. Поэтому, сгруппировав их все по определенным признакам, выделяют следующие. Но это только официальный список. Существует целый ряд непризнанных наукой теорий, среди которых целые науки. Эфиродинамика, авторство которой принадлежит русскому ученому Владимиру Акимовичу Ацуковскому. А также ритмодинамика Юрия Николаевича Иванова, согласно которой спайдер-эффект решает все. В двух словах это когда атомы и молекулы колеблются, рождая волны. А эти волны двигают систему летела только в том случае, если тело получает частотное согласование. Иными словами, чтобы отключить гравитацию, нам нужно создать силовое поле, которое нас облучит и даст новую схему колебания. В этом случае можно не только парить в воздухе, но и перемещаться со скоростями выше скоростей света. Пожалуй, это единственная внятная теория, принципиально отличающая от релятивистских. Разумеется, многие из нас самостоятельно пытались когда-то разгадать одну из самых неразрешимых загадок естествознания. Если говорить обо мне, то, будучи школьником, я выдвинул предположение о том, что на самом деле все происходит наоборот. На тела действует не притяжение, а наоборот давление. Но для того, чтобы начать развивать эту идею, необходимо было как минимум одно непременное условие. Чтобы наша Земля была заключена в непрометаемую герметичную колбу. Понятно, я решил, что это невозможно в принципе, поэтому больше к этой идее не возвращался. И не вспомнил бы о ней и по сей день, если бы не работы краснодарского инженера Эдуарда Владимировича Шопка. На мой взгляд, на сегодняшний день они просто и убедительно объясняют суть того явления, которое науке ошибочно или умышленно неправильно называют гравитацией. И что особенно меня удивило, все это согласуется с моими детскими наивными фантазиями, представлениями о том, почему мы не можем оторваться от Земли и полететь словно птицы. В прошлом ролике я уже упомянул слово давление. Теперь самое время поговорить о нем. Последние наблюдения ученых показывают, что материя во Вселенной распределена равномерно. Также наблюдения показывают, что в невесомости все жидкие тела стремятся принять форму шара. Я думаю, что и газообразные тела в определенных условиях также принимают форму шара. На мой взгляд, это происходит потому, что форма шара позволяет равномерно распределить внутреннюю энергию тела при условии равномерного внешнего воздействия на него. Я не знаю, дискретна материя или нет, но для наглядности, допустим, что материя дискретна, тогда логично предположить, что частицы материи тоже имеют форму шара, а заполнение пространства такими частицами должно иметь сотовую структуру, в этом случае распределение энергии равномерно по всем направлениям. Тогда становится возможным объяснить, как неоднородности в структуре материи влияют на распределение энергии. Возьмем несколько шаров и сдавим их. Я считаю, что давление можно сравнить с очень длинной стоячей волной. А теперь представьте, что вереница шаров уходит в бесконечность, а сила давит с обеих сторон этой гирлянды. В этом, на мой взгляд, и есть загадка вселенной. Давление стремится распределиться равномерно во всем объеме, а силы одновременно и одинаково направлены во все стороны. Получаем очень длинную стоячую волну, которая распространяется повсеместно. Если в такой структуре возникает неоднородность, тогда сами частицы материи вынуждены перестроиться, чтобы давление между частицами уравновесилось, иначе система выйдет из равновесия. Мы можем наблюдать возникновение одномерной структуры, уходящей в бесконечность, описываемой только радиусом, проведенным из центра. Я хочу обратить внимание на распределение направлений действия сил, которое меняется кардинально, но давление материи при этом остается равномерно распределенным. Это, на мой взгляд, фундаментальное явление, которое обеспечивает существование вселенной такой, какой мы ее наблюдаем. Причем такая шарообразная структура материи теоретически распространяется до бесконечности, постепенно выравниваясь и переходя в первоначальную, трехмерную сотовую структуру. Давление окружающей материи и внутреннее давление самих вещественных тел, а другими словами неоднородности, и ведут к образованию шарообразных структур во Вселенной. Тогда и каждый атом, возможно, образует вокруг себя такую структуру. Я думаю, что в гравитационную постоянную заложена величина этого вселенского давления. Теперь посмотрим на нашу планету. Это тоже неоднородность материи. Если поместить любое тело в любом месте рядом с планетой, давление со всех сторон на это тело было бы одинаковым. Это тело свободно перемещалось бы, как в невесомости. А если у такой планеты была бы атмосфера, то все атомы газов были бы перемешаны с остальной материей. Каждый атом имел бы свой размер и свою структуру, соответственно окружающему давлению. И вся эта атмосфера улетучилась бы от малейшего дуновения. Но этого не происходит, потому что наша Земля и другие, образно говоря, живые объекты имеют еще одну деталь механизма гравитации. Я считаю, что все небесные тела подчиняются тем же законам, что и капля жидкости на орбитальной станции. Теперь давайте вместе подумаем, какие процессы могут происходить внутри Земли, если моя теория верна. Если посмотреть внутреннее строение Земли в разрезе, то мы увидим, что центробежные силы с одной стороны и прочность земной коры с другой будут создавать максимальное давление мантии в области экватора. Там же будет максимальная температура. Вам это ничего не допоминает? Мы получаем осциллятор, характеристики которого зависят от диаметра и длины цилиндра, состава волнообразующей среды и подводимой энергии тепла. Энергия импульсов такого осциллятора будет зависеть в том числе и от его массы, а другими словами, от количества материи, испускающей импульсы. Волны, испускаемые таким осциллятором, должны быть очень короткие, пожалуй, сравнимые или даже меньше диаметра атома водорода. Кроме того, в сжатом газе образуются два тороидальных вихря, так как в центре газового цилиндра будет зона повышенной температуры и повышенного давления, а на концах зоны пониженного давления и пониженной температуры. Таким образом, мы получили мощный источник высокочастотных колебаний и направленные потоки газа. Теперь, когда мы имеем все составные части механизма, можно собрать и сам механизм под названием гравитация. В него входит 1. Мощный источник колебаний под названием Земля, где масса Земли имеет прямую связь с энергией импульса. 2. Способность вещества и материи в целом пропускать через себя те или иные импульсы с различной скоростью под названием инертность. 3. Давление материи, направленное по радиусу всегда к центру Земли. А в действии процесс выглядит примерно вот так. Где песок? Это частицы материи или атомы газов. Стальной шарик? Это собственно тело. Ладонь сверху? Это земля. Ладонь снизу? Это давление материи. Эта теория объясняет, как отклонение световой волны вблизи массивных объектов, так и то, что гравитационная волна якобы имеет большую скорость, чем световая волна. На самом деле, гравитация есть всегда. Она не имеет пульсирующий характер, как свет. Ведь сила давления материи всегда направлена к центру гравитации. Об этом я говорил в ролике о давлении материи во Вселенной. Спасибо за внимание и всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...